всем приветик так зимняя рыбалка уже заканчивается в этом году на улице потеплело и скоро начнется сезон на плотву на белую рыбу поэтому хочу сегодня показать как я делаю мастырку все конечно знают что такое мастерка это очень хорошая прикормка и наживка я ее использую в качестве прикормки в пружинке набиваю пружинки например снасти убийца карася очень хорошо используется и в качестве наживки когда ловлю с удочкой просто с бережка ну и сейчас я покажу один способов которые я использую я в основном делаю ее в мультиварке потому что без труда под давлением хорошо разваривается горох и не надо стоять у плиты колотить мешать сейчас я покажу весь процесс что нам понадобится для того чтобы сделать мастырку это горох горох можно использовать как старый сухой можно использовать свежий зеленый горох туда и вообще не надо никак заготавливать не замачивать но если в принципе в мультиварке скороварке то замачивать вообще не обязательно так как разваливается хорошо или можно использовать консервированный горох в данном случае я буду показывать как делать из старого гороха для этого надо 1 стакан гороха 4 стакана воды и для начала в мультиварку мы будем высыпать примерно 5-6 столовых ложек манки еще нам понадобятся яйца желток от яйца и по желанию это дополнительное уже можно добавить ванильку или же мед или же макуху можно использовать вот такие ароматизаторы например есть у меня конопля анис чеснок также можно использовать красители пищевые использую я беру 1 стакан гороха на одну порцию которую я буду готовить вот 1 стакан гороха примерно 4 стакана воды и где-то 5-6 ложек столовых манки все засыпаем это в скороварку так 4 стаканчика воды и 5-6 ложечек манной крупы закрываем нашу мультиварку закрываем клапан давление и включаем смотря у кого какая мультиварка у меня тут есть режим бобовые и выбираем максимальное время я ставлю на час все время пошло теперь можно сейчас погулять и так приготовилась наша каша мультиварки выключилась сейчас надо спустить воздух в водку сюда немножко остыть кашу и потом уже будем дальше продолжать так моя каша подостыла уже и сейчас я разделю и хочу одну часть сделать просто мастырку добавив туда яичный желудок который придает повышает калорийность что очень хорошо холодные упору и плюс еще яичный желток красит желтый цвет придает мастырке а вторую часть хочу добавить туда ваниль и чуть-чуть подкрасить красителем Рецепт и вот 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 понемножку манки чтобы пока не не дойдем до состояния пластилина также для вязкости можно добавлять пшеничную муку вот наша каша уже стала более густая теперь осталось все вымесить хорошо и для того чтобы не прилипало к рукам можно немножко добавить обычного подсолнечного масла и смазать немножко руки и не будет прилипать к рукам и подсолнечное масло даст запах нашей мастерки можно также вместо подсолнечного масла использовать ржаное масло так вот я вымесил два варианта мастерки с ванилькой вот этот и с красителем и обычная без каких-либо добавок теперь я хочу взять просортировать и завернуть пленочку для удобства кусочек вот эти ржачкель завернем колбасочку и И ничем не хуже, чем магазинная мастырка. Конечно, мастырка не очень хорошо сохраняется. Ее нужно либо хранить в холодильнике, но тогда ее надо использовать в ближайшие пару дней. Либо же можно заморозить. Ну вот и все. Мастырку приготовили. Всем удачной рыбалки. Не хвостанье чешуек. Пока.